Село Красная Горка на окраине Нижегородской области уникально даже в масштабах России. Это единственный сельский населенный пункт, где действуют сразу четыре мечети и заканчивается строительство пятой. Для сравнения, в областном центре Нижнем Новгороде действует только одна мечеть. Может потому Красная Горка сильна своими традициями. Каждый год сюда на праздник Сабантуй съезжаются гости не только со всей Нижегородской области, но и из Мордовии, Чувашии, Татарстана и даже из самой Москвы. Сабан в переводе с татарского означает плуг, туй – праздник. Вместе получается праздник плуга или праздник окончания весеннего села. Сабантуй, как история гласит, это конец весенних плыветых работ. Но я бы хотел добавить другое. Это встреча с друзьями, встреча с односельчанами, встреча с людьми, которые иногда бывает годами не приезжают. А вот именно Сабантуй, оно как-то собирает этот праздник, сплачивает народ. И я считаю, это прекрасный праздник национальный. Однако мусульманское духовенство придерживается другой точки зрения. На их взгляд, Сабантуй уже давно утратил свои национальные традиции. К сожалению, сейчас Сабантуй – это большая татарская попойка. И поэтому всегда в обращении, перед началом этого праздника я обращаюсь к нашему народу. Не устраивайте из праздника национального Сабантуй шайтантуй, чтобы это не было праздником сатаны, праздником шайтана. Но с каждым годом Сабантуй из национального праздника все больше превращается в народное гуляние. В нем давно уже принимают участие представители всех национальностей. На Большой Поляне все желающие состязаются в силовых видах спорта. Соревнуются даже девушки. Кульминация праздника – татарская национальная борьба «Кураж». Раньше ее победитель получал в награду коня. Сегодня, в зависимости от щедрости спонсоров, телевизор, холодильник или автомобиль. Празднование Сабантуй закончится глубокой ночью. Старшее поколение уйдет домой встречать многочисленных гостей, а молодежь закончит праздник традиционной дискотекой, с которой разойдутся только под утро.